Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем говорить на тему Франклин Делана Рузвельт и его новый курс. Сегодня на уроке мы определим особенности внешней политики Франклина Рузвельта в мирное и военное время. Сделаем выводы о роли личности в истории государства. Для начала я предлагаю вам повторить материалы прошлого урока. Основные направления внутренней политики Франклина Рузвельта. Реформы в банковской сфере. Объявление каникул для банков и их полная ревизия. В результате банковская система укрепилась. Была создана федеральная система страхования депозитов. Она выдавала средства вкладчикам в случае банкротства банков. Реформы в промышленности. Принят национальный закон по поводу восстановления промышленности 16 июня 1933 года. В результате выработаны кодексы честной конкуренции. Реформы в социальной сфере. Безработным оказывалась прямая помощь. Организовывались общественные работы. Внедрялись социальные выплаты неработающим. В 1935 году был принят закон о выплатах по старости. С разрешения Конгресса было отстрелено 400 отъявленных мафиози. Мир, в котором Франклин Рузвельт начал с 4 марта 1933 года представлять Соединенные Штаты, был бурным и быстро меняющимся. Европа все еще оставалась сосредоточием главной военной и промышленной мощи. Но ее составные части все более антагонизировали друг друга. Основная угроза европейскому миру стала исходить с января 1933 года со стороны Германии во главе с канцлером Адольфом Гитлером. Соседи Германии справедливо опасались роста германского могущества. Рассматривая взаимоотношения европейских стран, Рузвельт видел Германию, стремящуюся к равенству вооружений со своими соседями. Франция, полная самых мрачных предчувствий, хотела иметь гарантии своей безопасности. Англичане, занятые укреплением внутриимперских связей, требовали общего европейского разоружения. По крайней мере, ограничения на те виды оружия, которые они называли наступательными. К Рузвельту уже весной 1933 года поступали сведения о том, что Германия, превратившаяся из Веймарской республики в Третий Рейх, проявляет намерение встать на путь перевооружения. Закулисные сведения были подтверждены 16 мая 1933 года, когда канцлер Адольф Гитлер провозгласил эту цель перед Рейхстагом. Действия, направленные на нормализацию отношений с Советским Союзом, стали важнейшей дипломатической акцией первых лет пребывания Франклина Рузвельта у власти. В отличие от своих республиканских предшественников, Рузвельт решил покончить с несуразицей американской политики последних десятилетий и признать величайшую страну Советский Союз. В 1933 году США и СССР обменялись посольствами. Рузвельт действовал осторожно. Ему было необходимо заранее определить, не вызовет ли признание этого дальневосточного государства Советского Союза разногласий в правящем классе Соединенных Штатов. С первых шагов на политической арене он знал, что для эффективной политики за рубежом необходимо согласие внутри страны. Для крупномасштабных и амбициозных планов, которые были у Рузвельта, ему требовалась гарантия того, что энергичные меры, порывающие с традицией, не расколят внутренний фронт. Вначале следовало показать публике, что вопрос о Советской России лишь рассматривается и еще не решен окончательно. Втайне от общественности Рузвельт попросил фенатора Свенсона, члена комиссии по иностранным делам, начать дискуссию о смысле непризнание крупнейшей мировой державы о том, что США теряют, не имея контактов с Советским Союзом и что они могли бы приобрести, имея такие контакты. Лишь к апрелю 1933 года стало ясно, что значительная часть правящей элиты склоняется в пользу признания. Но еще важнее для Рузвельта, было определить, что станет означать признание Советского Союза для того расклада международных сил, который он наследовал в 1933 году. В Германии к власти пришли нацисты, открыто отрицавшие законность Версальского договора. В Японии милитаризм взял верх над буржуазной демократией и бросился на свою первую жертву – Китай. В обоих случаях, грозящих детонированием в регионах, Советский Союз мог бы явиться прочной основой сопротивления агрессивной ломке мирового порядка, ведь и нацистская Германия, и милитаристская Япония непосредственно ему угрожали. Переговоры между народным комиссаром иностранных дел литвиновым и американскими руководителями проходил в период между 8 и 16 ноября 1933 года. Решающей была встреча народного комиссара с президентом 10 ноября 1933 года. Утром состоялась часовая встреча. Вечером два политика беседовали три часа, договорившись называть друг друга по имени. Обсуждались вопросы религиозной свободы, долгов и многое другое. Главное же было то, как Советский Союз и Соединенные Штаты рассматривали свои позиции в свете возникновения в мире мощных сил, готовых к жестким решениям. Договоренность о восстановлении дипломатических отношений была обнародована 17 ноября 1933 года. Рузвельт полагал, что если Соединенные Штаты и их союзники потеряют контроль над мировым океаном, это будет использовано гитлеровской коалицией для нападения на западное полушарие. По его мнению, контроль над морями не мог осуществляться только слотом Соединенных Штатов. Он был возможен при условии, если в Европе и Азии не будут господствовать державы оси и можно будет располагать судостроительными мощностями двух континентов. В силу этого Рузвельт считал, что Францию, Британскую империю, Китай и Советский Союз нужно поддерживать, потому что они в какой-то мере защищают США. Процессы и события, происходящие в мире, все больше убеждала Рузвельта в том, что Соединенные Штаты уже не могут изолироваться от остального мира. Развитие авиации уменьшало действенность фактора географической удаленности США от ведущих центров мировой политики. Когда Япония в 1937 году начала агрессию против Китая, Рузвельт начал фактический отход от политики изоляционизма. Он призвал миролюбивые страны установить карантин на агрессивные государства. После нападения Германии на Польшу 1 сентября 1939 года Рузвельт созвал специальную сессию Конгресса с тем, чтобы разрешить продажу оружия воюющим странам. Он исходил из понимания того, что победа фашизма и японского милитаризма может стать реальной угрозой существованию Соединенных Штатов Америки. В августе 1941 года у берегов Ньюфауленда произошла первая встреча Франклина Рузвельта с премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. На ней обсуждались перспективы совместных действий двух стран в случае вступления Соединенных Штатов в войну. По результатам встречи была принята Атлантическая Хартия, характеризующая стратегические цели Соединенных Штатов в войне и их позицию по проблемам послевоенного урегулирования. В Хартии отмечалось, что союзники не стремятся к территориальным приобретениям, уважительно относятся к праву народов избирать форму правления, стремятся поддержать народы, борющиеся за восстановление своего суверенитета. США декларировали свою готовность выступить гарантом демократического мирового порядка и после завершения войны. Рузвельт серьезно относился к принципам будущего мирового устройства, которое он провозгласил в январе 1940 года в обращении к Конгрессу и уточнил в Атлантической Хартии в августе 1941 года. Исходя из принципов будущего мирового устройства, Рузвельт вывел основные принципы действия. Обязать своих партнеров по Союзу перед общественностью к исполнению общих принципов и воспрепятствовать тому, чтобы возможные политические конфликты по конкретным вопросам послевоенного порядка не взорвали англосаксонско-советско-китайскую коалицию. Предлагаю выполнить следующее задание для закрепления полученных на уроке знаний. Сделайте свод-анализ внешней политики Франклина Рузвельта, обозначив сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы. Проверьте себя. Итак, сильные стороны. Соединенные Штаты признали СССР как мировую державу. Рузвельт наладил отношения с Великобританией. К слабым сторонам относится политика изоляции от остального мира. Возможности. Усиление влияния США на мировой арене и возложение на себя миссии по созданию гарантий мира и безопасности в мире. Угрозы. Потеря контроля над мировым океаном. Угроза существованию Соединенных Штатов Америки в случае победы фашизма и японского милитаризма. Подведем итог сегодняшнего урока. Американскому президенту удалось сбалансировать интересы различных сил и усилить влияние Соединенных Штатов Америки на развитие международных событий. Наблюдая за дипломатией Франклина Рузвельта, заметно, как осуществлялся радикальный поворот в структуре взаимоотношений ведущих капиталистических стран, смыслом которого было то, что Западная Европа отдавала пальму первенства североамериканскому гиганту. Франклин Рузвельт сыграл огромную роль в мировой политике второй половины 30-х годов 20 века и во время Второй мировой войны. На этом наш урок подошел к концу. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok